Кажется, Максим Ганин о своем родном восьмом микрорайоне может говорить часами. На этой хоккейной коробке он впервые встал на лед, а возле Дома культуры Солнечный играл в волейбол. Раньше это место было центром притяжения жителей всех возрастов. Со временем здесь появилась детская площадка. Но поползли слухи дальнейшая ее судьба под вопросом. Хотели здесь сделать православный центр, то есть часовню и какую-то детскую площадку. То есть, грубо говоря, досуговый центр какой-то с часовней. И не знаю, нужно ли это именно в этом месте, не уверен. Пока слухи не подтверждаются, в рамках создания новой зоны отдыха запланирована модернизация этой детской площадки. По сути, Глазынинский лес – сеть парковых зон. Поэтому его создание преобразит весь микрорайон в целом. Это то, чего так ждали жители, которые долгие годы самостоятельно старались поддерживать здесь порядок. Главное вообще – облагородить данное место и чтобы за ним следили. Чтобы была просто уборка. Мы вот с Михаилом Белозубым уже долгие годы здесь пытаемся воспитать у наших сограждан и соседей, так сказать, эко-сознание. Получается. Как обещают проектировщики, совсем скоро в этом Глазынинском лесном массиве, который и дал название парку, появятся велосипедные и пешеходные дорожки, освещение, сцена, зона барбекю, памп-трек, скейт-парк, площадка для выгула собак и эко-парковка. Жители уже представляют, как все это разместить на небольшой территории и готовы поделиться своим видением. Вот здесь вот они хотят сцену, но здесь и деревьев надо будет вырубать, и вот эти предприятия, а вот там, где вышечка, это не сильно далеко. То есть будет целесообразнее. Но я думаю, Лев Александрович выйдет на территорию, он поймет это. Мемориал воинской славы накануне важных дат Великой Отечественной войны собирает традиционно много народу, поэтому в рамках работы над новым парком жители микрорайона просят уделить этой территории особое внимание. Хотелось бы еще, чтобы вот здесь была бы именно мемориальная группа, то есть, как в Иславском сделали красиво, чтобы можно было более, скажем так, цивилизованно проводить памятные мероприятия. В прямом эфире нашей телекомпании Лев Урман, директор культурно-спортивного центра Одинцовского района, который занимается созданием парка, заверил, замечания жителей будут учтены. Сейчас готовится концепция, которая до конца года должна уже иметь завершенный вид. После этого, в 2019 году, мы переходим к работам по проектированию. Это большая трудоемкая работа, которая как раз и учтет все конкретные пожелания от жителей. И, соответственно, работы строительно-монтажные непосредственно по благоустройству, учитывая пожелания жителей. Уже в 2019 году мы планируем работы по проведению дорожно-тропиночной сети, которая будет располагаться на естественных участках прохождения этих тропинок, ну и какие-то дополнительные пожелания жителей. Также, как сказал, это освещение всей территории парка, система видеонаблюдения, а также малоархитектурные формы. Сейчас идет работа с документами, которая пока жителям не видна, поэтому доля скепсиса у них еще остается. Слишком долго ждали они появления парка. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».